добрый день дорогие друзья грязные предметы в доме грязные в кавычках по рекламе мы знаем как сражаться с микробами которые живут под ободком унитаза и это мы умеем делать но ученые выяснили что концентрация опасных бактерий находится и совсем не в туалете и вот вам предметы в квартире которым стоит уделить особое внимание вообще-то в нашем доме обитают сотни видов микроорганизмов конечно очень многие не опасны хотя также многие могут повредить здоровье например это золотистый стафилококк сальмонелла плесневые грибки кишечная палочка и другие эти микробы могут быть причиной развития аллергии кишечной инфекции и других патологий и туалет это не самое любимое место накопления микроорганизма в квартире есть и другие помещения и вещи где может быть опасности они с удовольствием проводят время кухонная губка а вы скажете профессор кухня это же место которое должно сие от чистотой а санитарии гигиена в этой части квартиры обычно уделяется очень большое внимание но вынужден вас расстроить губки для посуды тряпки для столов полотенца кухонные такие подобные вещи содержат очень очень много бактерий губки надо менять регулярно или можно попытаться их дезинфицировать прогревая минутку в микроволновке например кухонные полотенца надо стирать каждые 2-3 дня но по-хорошему следует перейти на бумажные салфетки салфетками также можно заменить и кухонные тряпки еще одна опасная вещь на кухне это разделочные доски на которых мы режем мясо овощи рыбу они содержат также много микроорганизмов микробы попадают туда и там остаются после разделывания мяса и рыб опасность представляет бактерии и грибки разделочная доска даже очень хорошее место для размножения плесени которая может попасть в еду правила работы с разделочными досками очень простые завести отдельные доски для мяса рыбы и овощей регулярно надо проводить замену досок мыть доски лучше горячей водой но самое оптимальное посудомоечной машине которая справится с этой задачей намного лучше клавиатура если вы работаете дома едите за компьютером передвигаете с ним по делам то очевидно что и клавиатуре ноутбука в перечне грязных вещей в доме механистические бактерии с рук переходит на клавиша затем с клавиатур обратно на руки циркулировать они так могут очень долго из образцов из клавиатур в 96 процентов присутствуют патогенные микробы в том числе эстафилополь что можно сделать ну во первых не есть за компьютером регулярно дезинфицировать клавиатуру с помощью спиртовых салфеток или спрея зубная щетка и тут опасность хитинка щетки прячутся миллионы разных бактерий среди которых есть не дружелюбные совсем например стафилокок и даже кишечная палочка щетка всегда хранится в ванной комнате и правда ведь где тепло и влажно и это идеальные условия для размножения бактерий кроме того часто совмещенный санузел это дополнительная опасность так при процессе смывания в воздухе зависает стена из мельчайших аэрозольных капелек которых и присутствует микроорганизм таким образом они попадают том числе и на зубную щетку понизить риск такого процесса можно надо закрывать крышку унитаза перед смыванием саму зубную щетку следует заменять раз в месяц не забывать регулярно мыть стаканчик для щеток так как и там оседают микробу смартфон множество людей расстаются с ним никогда мы проверяем почту сообщения соцсети и не только начинаем день с изучения новостей в телефоне и заканчиваем также спим с ним ночью даже туалет некоторые тоже ходят с телефоном и если руки после улицы туалета поездок транспорте все же большинство из нас моет то про инфекцию телефона почти никто не задумывается правда в результате на поверхности телефона содержится в 10 раз больше микробов чем на сидении в туалете поэтому не забывайте протирать сам телефон антибактериальными салфетками еще лучше в туалет его не брать матрас а вы скажете как и матрас матрас тоже оказывается да в толще матраса обитает большое количество полевых клещиков именно они являются частой причиной аллергии астматических приступов а также бактерий плесневых грибков смотрите наше видео дрожь земли дрожь ковра матрас удобен не только для нас но и для них конечно они там не спят а хорошо проводят время питаясь тестическими кожи которая отшелушивается каждый день бороться с микробами регулярная смена постельного белья один раз в пару недель использовать специальные матрасники и также важна гиена самого матраса который можно иногда пропылесосить на сегодня все оставайтесь с нами берегите себя все будет хорошо вы даже не сомневайтесь